Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Пенсионная реформа стартовала в 2019 году и дату ее окончания – 2028. Тем не менее, каждый год у рязанцев появляются вопросы – кто выходит на пенсию, какая пенсия, кому положено и так далее. Сегодня на эти вопросы мы ответим заместителем управляющего отделения СФР по Рязанской области Ирины Шитовой. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем, наверное, с общего вопроса – кому и какая пенсия у нас положена? На территории Российской Федерации существует три основных вида пенсии. Это страховая пенсия, пенсия по государственному пенсионному обеспечению и накопительная пенсия. Сама понятие страховых пенсий говорит за себя, то есть это фактически за трудовую деятельность. Страховые пенсии выплачиваются из бюджета социального фонда. Фактически это зависит от того, что гражданин вступил со страхователем в так называемый институт обязательного пенсионного страхования. И фактически размер пенсии страховой зависит от стажа, который имеет по продолжительности гражданин, и заработной платы, именно белой заработной платы. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению – это ежемесячные выплаты, которые не зависят от стажа и заработной платы. И по этому пенсионному обеспечению у нас пенсионируются различные категории граждан, такие как участники Великой Отечественной войны, вдовы, федеральные служащие, летчики-испытатели и граждане, которые подверглись воздействию радиации. Состав государственной пенсии также входит в этот институт и социальные пенсии. Социальная пенсия выплачивается гражданам, которые не заработали свои пенсионные права. Эта пенсия назначается позднее общепринятого возраста. И третий вид пенсионного обеспечения – это накопительная пенсия, это ежемесячная выплата, которая формируется за счет взносов работодателей, которые отчисляют именно накопительную пенсию. Данный вид пенсионного обеспечения формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. Наверное, один из таких главных животрепещущих вопросов – кто в этом 2024 году должен выйти на пенсию? Какие категории граждан? В 2024 году, с учетом изменения законодательства, как Вы отметили, с 2019 года был переходный период, он сейчас продолжается. В 2024 году выйдут на пенсию женщины, которые достигли возраста 58 лет, и мужчины, которые достигли возраста 63 лет. Нет, хотелось бы отметить, что есть отдельные категории граждан, которые будут претендовать на пенсию по нормам старого законодательства. Это граждане, которые работали у нас в тяжелых, особо опасных условиях труда, список 1, список 2, и иные категории граждан, которые будут иметь право сохранить прежний возраст выхода на пенсию. Если я не ошибаюсь, при выходе на пенсию учитываются еще и так называемые пенсионные коэффициенты, которые формируются на протяжении работающих людей, на протяжении всей его рабочей карьеры. Что такое пенсионные коэффициенты, как они формируются? Индивидуальные пенсионные коэффициенты – это неотъемлемая часть, которая отвечает за право для установления определенного вида пенсии. Рассмотрим страховую пенсию, например, по старости. В 2024 году, как мы уже отметили, выходят на пенсию лица 58-63 лет, соответственно, женщины, мужчины. И каждый из граждан должен заработать 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента. И, соответственно, три условия будут правоопределяющими. Это возраст, достижение возраста для обычного вида страховой пенсии. Это стаж. 15 лет стажа требуется, например, в 2024 году. И, соответственно, увеличена ИПК, коротко, если 28,2 ИПК. Формула расчета пенсии страховой, в принципе, простая. Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые заработал гражданин на протяжении всей трудовой деятельности, умножается на величину одного индивидуального пенсионного коэффициента, который устанавливается законодательством ежегодно, увеличивается эта величина. И к этой сумме, к этому произведению прибавляется еще фиксированная выплата к страховой пенсии. Это тоже твердая величина, которая устанавливается ежегодно. Ежегодно эта величина индексируется. Что же все-таки из этих составляющих может повлиять на величину ИПК? Это, конечно же, заработная плата. Фактически заработная плата гражданина делится на определенную величину страховых взносов, установленную законодательством, и получается величина ИПК, заработанная, например, за один год. Соответственно, именно белая заработная плата будет влиять на величину индивидуального коэффициента и впоследствии в целом на размер пенсии, потому что далее величина ИПК за каждый год суммируется и фактически определяется сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов на определенную дату, на дату выхода на пенсию. Вот в этой формуле есть постоянная величина, есть количество отработанных лет. Это тоже легко понять. А вот как узнать, сколько у человека этих пенсионных коэффициентов? Где это можно посмотреть, как это можно выяснить? Чтобы узнать количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, возможно обратиться к порталу государственных услуг, заказать выписку из индивидуального лицевого счета за страхованные лица. То есть фактически гражданин каждый имеет СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета, и к этому номеру привязаны все пенсионные права. Если гражданин не имеет учетной записи на портале госуслуг, а таких практически все меньше и меньше, то можно уточнить эту информацию в клиентской службе социального фонда. Фактически на портале госуслуг, заказав выписку, можно получить информацию о том, добросовестно ли работодатель уплачивает страховые взносы. То есть содержит выписка информации о стаже именно трудовой деятельности с номинованием страхователя, суммой страховых взносов, с предельной величиной ИПК, вернее, с предельной величиной суммы страховых взносов. И далее по определенной формуле, которая автоматически высчитывается на федеральном уровне, за каждый год определяется величина индивидуального коэффициента. Это можно увидеть вот в таблице. В принципе, из табличной формы и вот эта вся выписка состоит. И в конечном итоге нужно посмотреть на ту строку, где указана итоговая величина индивидуального пенсионного коэффициента. Эту итоговую величину можно умножить на стоимость одного балла, ну или одного индивидуального коэффициента на текущий момент, это 133 рубля. От полученного произведения как раз вот это и будет размером страховой пенсии. И к этой пенсии можно прибавить вот фиксированную выплату, о которой мы говорили на текущий момент, это 8134 рубля. И в конечном итоге вот это и будет являться размером пенсии на текущую дату. То есть, например, я еще не достигшим пенсионного возраста, если я обращусь к порталу Госуслуг, закажу выписку, на текущий момент я могу узнать, какова величина моей пенсии на текущий момент. Тогда такой вопрос. Вот мы с вами поговорили о том, как люди по старости выходят на пенсию, что им для этого нужно. Но есть ли категория резонансов, которые выходят на пенсию раньше, в этом году, например? Да, есть определенная категория граждан, застрахованных лиц, которые приобретают выход на пенсию досрочно, или льготники так называемые, льготный выход на пенсию. Если мы говорим о законодательстве новых каких-то нормах, которые вступили в действие с 2019 года, здесь можно отметить как бы две большие категории. Это граждане, которые выйдут на пенсию досрочно за длительный стаж. Например, если у женщины 37 лет и более, и у мужчины 42 года и более, можно претендовать на пенсию досрочно на два года раньше. Это новая норма, это новой нормой граждане пользуются. Для того, чтобы определить свое право, фактически сам гражданин может это все просчитать. Вот обратиться к выписке с индивидуального лицевого счета, там будет указан и стаж соответствующий. Хотелось бы отметить, что для определения выхода на данный вид пенсионного обеспечения учитывается именно только страховой стаж для женщин. То есть отпуск по уходу за ребенком не учитывается, а исключается из этого стажа. А вот для мужчин есть небольшая привилегия. В этот стаж засчитывается служба в армии по призыву. И в связи, опять же, с изменением вот этой законодательной нормы, большая часть мужчин у нас реализовали это право досрочного выхода на пенсию на два года раньше. Вопросы задает обратившиеся граждане, включается ли учеба. Нет, учеба не включается в данный период трудового стажа, это только работа. Ну, исключение я уже назвала. Следующая категория, значимая, это многодетные мамы. В законодательстве эта норма по досрочному выходу на пенсию многодетных мам, она была давно реализована. Еще в законе от 90-го года категория многодетных мам, у кого 5 детей, выходит у нас на пенсию в 50 лет. Следующая норма, которая была предпринята законодателем, каким же образом сделать какое-то поощрение для многодетных мам, которые имеют 3-х и 4-х детей, это досрочный выход на пенсию. Соответственно, маму, у которой 4 ребенка, может выйти на пенсию в 56 лет, маму, у которой 3 ребенка, в 57 лет. Ну, с учетом увеличенного возраста. Это такая льгота. Но каждая из этих категорий для многодетных мам, соответственно, должна иметь страховой стаж, о чем мы говорили. 15 лет – это обязательное условие. Второе обязательное условие – это достижение возрастом ребенка 8 лет, именно воспитание до этого возраста. То есть, если многодетная мама, опять же, претендует в будущем на досрочный выход на пенсию, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с теми правами, которые заработаны через портал Госуслуг, выписку посмотреть, уточнить все-таки, какова величина страхового стажа, соответственно, ИПК. И за каждый, потому что год ухода за ребенком, добавляется величина ИПК, и в конечном итоге в выписке будет отражена информация о периодах трудовой деятельности, будут отражены данные по уходу за ребенком, и будет подведен итог – величина ИПК и страховой стаж. И каждая многодетная мама может уже как бы определить, если не хватает стажа, то его можно доработать, и также можно доработать до определенной величины ИПК, которые требуются. То есть этот вот выход на пенсию все равно сопряжен не только с возрастом, с наличием детей, но еще вот эти вот требования, как для назначения страховой пенсии, они присутствуют. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. К сожалению, хронометраж нашей программы не позволяет нам охватить сразу все вопросы, поэтому давайте мы с вами встретимся через какое-то время, и все те вопросы, которые не удалось нам обговорить сейчас, мы на них уже получим ответ. Спасибо, хорошо, буду рада. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!